Сегодня мы живем в мире огромных возможностей. Информация, главный ресурс информационного общества становится все более доступной, где бы мы ни находились и чем бы ни были заняты. Новые технологии открывают перед молодежью доступ к виртуальной сокровищнице, где игры, социальные сети, фильмы находятся в свободном доступе и быстро завоевывают первые места в рейтинге интересов, становясь неотъемлемой частью жизни современного подростка. Часально уделяя внимание своему гаджету дети и молодежь играют, читают, смотрят и всегда в курсе последних мейнстримов и модных мемчиков. Но давайте задумаемся, какой конкретный контент и как часто поглощается подрастающим поколением в свободное и не очень от уроков время. Молодежь в наше время проводит все свое свободное время в интернете, в любую минуту свободную, берет в руки смартфон, ноутбук, компьютер и начинает лазить по социальным сетям. Кто как смотрит, что они там делают? Ну, смотря кто. Если это какой-то отъявленный геймер, который просто часами проводит за компом, то он сидит где-то часов 17 из 24 в день. Приложения развлекательного характера. Но также можно иногда встретить приложения, которые помогают в учебе, какие-то книжки, может быть, электронные, но это очень редко. Молодежь сейчас читает различные рассказы, которые пишут другие пользователи, смотрит сериалы, фильмы. Дети постоянно скачивают всякие разные игры, начиная от стрелялок и также какие-нибудь головоломки. Играют в них целыми днями и в школе, и дома. И не обязательно дети. Мне кажется, больше бесполезного времени, потому что в основном пользуются популярностью развлекательный контент. Исследования показывают, что в большей степени дети и молодежь используют возможности мгновенного доступа к информации с целью развлечения. И, к сожалению, часто этот развлекательный контент не несет в себе полезных созидательных функций как для саморазвития, так и для развития общества в целом. Первыми в истории средствами массовой информации и коммуникации стали амфитеатры. В рабовладельческих цивилизациях Рима и Греции властные элиты понимали, что для поддержания стабильности их власти народ необходимо периодически подпитывать кнутом и пряником. Если с кнутом все понятно, то в качестве пряника часто выступали массовые представления. В амфитеатрах показывали кровавые бои с воинами из новых покоренных земель, странных заморских животных и прочие дивности с целью увеселения толпы. Народ был насыщен зрелищами и не думал о том, в каком обществе он живет, и не помышлял о том, как и что можно улучшить. Так, еще на заре современного человечества, массовые информационные технологии стали средством управления. Но, как и любой инструмент, СМИ можно использовать как с целью закрепощения, так и с целью развития населения. В 1781 году был изобретен паровой двигатель, что стало началом промышленной революции в Европе и началом эпохи индустриализации в мире. В новой эпохе потребовались образованные рабочие для обслуживания производства на мануфактурах и заводах, квалифицированные инженеры для строительства зданий, мостов и проектирования сложных механизмов станков. И население стали учить, так как потребовался технически грамотный, вооруженный знаниями рабочий. Наиболее яркое влияние всеобщего образования на развитие страны проявилось в Советском Союзе. Молодое государство в кратчайшие сроки смогло стать промышленной страной и выстроить систему народного хозяйства. Государственный курс на общедоступное бесплатное образование и проведение всеобщих ликбезов способствовал созданию множества кинолент, воспевающих любовь к труду и высоким достижениям во всех отраслях. Дети росли на книгах и фильмах, славящих труд во благо Родины, образованность, товарищество и дружбу, мечтали стать учеными, изобретательными, геологами, летчиками, физиками. Так, благодаря всеобщему образованию и верной информационной политике, этап от телеги до ракеты страна прошла чуть больше, чем за 40 лет, высоко подняв культуру и продвинув технологический прогресс на невиданные высоты, став сильнейшим государством мира. Но вдруг что-то пошло не так. В 80-е годы, предшествующий развалу Советского Союза, страну накрыла лавина развлекательного контента западной медиаиндустрии. Рок-музыка, поющие о любви сладкие мальчики, рэмбо в боевиках, сериалы и телешоу. Из этих, на первый взгляд, безобидных информационных продуктов, молодые люди брали образ того, как они хотят жить, о чем мечтать, как выглядеть. Казалось бы, просто развлекательный контент, но на деле он сформировал так называемое поколение Next с выраженными потребительскими ценностями, которые уже не мечтала сделать что-то великое и полезное для страны и общества. Начиналось все просто. На каждом углу открывался ларек, где продавалась жвачка и пиво. Дома все сопровождалось видео-боевиками. И постепенно ценность труда менялась на ценность потребления. В конце 90-х все достигло пика, когда разгул бандитизма полностью нивелировал человеческую ценность, возведя в культ деньги. Вся проблема сегодняшнего дня во многом из-за того, что мы не называем вещи своими именами. Ну, к примеру, мы говорим о киберагрессии, мы говорим о том, что существует тлетворное воздействие. По сути, на самом деле, идет кибервойна. Информационное оружие, СМИ – это инструмент воздействия. Если мы будем все это четко понимать, мы хотя бы научимся вырабатывать контрмеры и достойно отвечать на эту самую войну. До второй половины 20-го века сверхоружием считалось ядерное. Мощь его разрушительной силы наглядно продемонстрировали Соединенные Штаты Америки, сбросив бомбы на мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Сегодня сравнимое по силе с ядерным оружие нового времени применяется через виртуальное пространство. Интернет давно стал технологией двойного назначения. С одной стороны, благодаря интернету мы получаем доступ к любой запрашиваемой информации, и это может нам помогать. Но одновременно эта технология является источником опасности, инструментом для проведения информационно-алгоритмических операций. К таким операциям, например, можно отнести запуск цветных революций, которые начинаются с активности специальных агентов в социальных сетях. Вербовка террористических группировки также осуществляется через интернет. В последнее время ни одно серьезное общественное или политическое событие не происходит без его раскрутки или формирования его в интернет-пространстве. Технологии социального воздействия через интернет на население сегодня зачастую называют мягкой силой. Мягкая сила — это наиболее опасный и эффективный вид кибероружия, которое действует в обход нашего сознания. По этой причине большинство людей не идентифицируют его воздействие. Технологии мягкой силы являются неотъемлемой частью информационно-алгоритмических операций и широко используются при создании компьютерных игр, мобильных приложений, клипов, фильмов, мультфильмов. Именно они сегодня мягко формируют наши ценности и поведение, удобные и выгодные для заказчиков. Технология проста. Для начала, с помощью мемов, кино, ангажированных блогеров, в медиасреде создаются образы героев, симпатичных, но ведущих себя с отклонением от традиционных норм. Подобранные герои через технологии раскрутки контента быстро набирают популярность и выходят в топ плейлистов. Со временем нормой становится то, что раньше было неприемлемо. У людей создается иллюзия выбора, и они не понимают того, что фактически каждое предлагаемое видео несет по сути одно и то же разрушительное воздействие. Люди смотрят на внешнюю оболочку, не отслеживая тщательно упакованный внутренний алгоритм, который и допускается ими за основу поведения в дальнейшей жизни. Логика прописки абсолютно проста. Раз это открыто показывается и никем не порицается, значит, это приемлемо и допустимо, а то есть абсолютно естественно. Как правило, заказчиками большинства медиапродуктов, компьютерных игр и прочего развлекательного контента являются различные корпорации военные, фармацевтические, пищевые, табачные и другие, цель которых – получение максимальной прибыли с рынка конкретной территории. Какие заказчики, такие и цели. По факту мы имеем легально используемые вредные информационные технологии, направленные на подавление интеллекта граждан и увеличение числа бездумных потребителей, что приводит к социальной дестабилизации и увеличению числа экстремистов. И об этом говорят многие, в том числе директор всемирно известного Курчатовского института, доктор физико-математических наук Михаил Ковальчук, который нашел в себе мужество во всеуслышании заявить о том, о чем давно шумит благосфера. Он утверждает, что сегодня возникла реальная технологическая и биологическая возможность создать принципиально новый подвид человека, вместо гомо-сапиенс – человек разумный, человека служебного. И вот смотрите, что сегодня происходит. Слом системы базовых моральных принципов фактически, да, это ключевой вопрос. И создание альтернативных ценностей, которые не вписываются в настоящую жизнь. Свойство популяции служебных людей очень простое. Ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарно. Мы с вами видим, уже это происходит. Однако и после этого заявления ситуация особо не изменилась. Распространение приложений, в которых пользователь бесконечно прокручивает ленту новостей, останавливаясь в среднем на сообщении на 3-7 секунд, адаптирует психику к обработке коротких сообщений. Со временем эта привычка затрудняет способность мозга к анализу и критической оценке. Ухудшается память. Человек, как и ребенок, начинает доверять всей поступающей информации и не способен ее анализировать, а значит, принимать решения. Происходит инфантилизация личности и массовая инфантилизация общества. Состояние, когда люди психически остаются или становятся детьми. Как итог, такими людьми легко манипулировать, подталкивая их на различные массовые действия, например, беспорядки. Результаты воздействия на человека кибероружия можно сравнить с химической лоботомией. Нобелевский лауреат, ярый пропагандист лоботомии Уолтер Фриман ошибочно считал, что такой метод лечения не наносит ущерб личности, человек может вторично повзрослеть. Однако, по результатам экспериментов после манипуляции с мозгом человек на всю жизнь оставался недоразвитым инвалидом. Информационно-психологические операции подобно лоботомии поражают психику и интеллект человека и в зависимости от степени воздействия последствия могут быть необратимы. По степени поражения психики подверженных воздействию кибероружия возможно принципиально разделить на две категории. Контуженный Человек, психика и интеллект которого поражены. Психоэмоциональные реакции заторможены. Однако, есть возможность восстановления психики и выздоровления. Инвалид информационной войны Человек, который приобрел значительные и необратимые психические и интеллектуальные отклонения и непригоден для жизни в полноценном обществе. Чем больше времени человек проводит потребляя развлекательный деструктивный контент тем меньше шансов на восстановление его психики и очищение ее от вирусной информации. Количество детей и молодежи подверженных негативному воздействию с каждым годом увеличивается прямо пропорционально увеличению низкокачественного контента в сети. Нам следует признать, что уже сегодня мы несем огромные потери. Оценить, где контузия, а где инвалидность сложно. Проблема наступает. Продолжение следует...